Библейский портал экзегет.ру представляет Сороковая глава книги Иисуса Сына Сирахова Я читаю для библейского портала Экзегет Синодальный перевод 39-я завершилась на самом скользком месте Скользком не только для Иисуса Сына Сирахова Он откровенно об этом говорит, только здесь Он во всей книге сказал, я с самого начала решил, обдумал и оставил в Писании Колебался, думал, не вычеркнуть ли, что все дела Господа прекрасны А как же зло? Вот легко сказать на все Господня воля, когда это не тебя касается А вот зло, страдания, болезни, смерти, стихийные бедствия, войны Люди, которые мучают других людей Что с этим? Это вопрос, на который часто нет ответа Целая книга Иова в Писании Собственно, это нам и говорит Но нет у нас объяснения, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми Сирах об этом размышляет тоже Много трудов предназначено каждому человеку И тяжело иго на сынах Адама Со дня исхода из чрева матери Их до дня возвращения к матери всех То есть, когда отходят в землю, как завершившие свою земную жизнь Мысль об ожидаемом и день смерти Производят в них размышления и страх в сердце Мысль об ожидаемом То есть, мы все время ждем, что-то плохое может с нами случиться Ну, правда, все время ждем И жизнь, кстати, часто оправдывает эти наши опасения Но очень часто совсем с другой стороны Не с той, с которой мы ждали А смерть, она общий конец всех И, конечно, ничего радостного в этом нет От сидящего на славном престоле И до поверженного на земле в опрахе От носящего порфиру, царской одежды и венец И до одетого в рубище у всякого досада и ревности Смущения и беспокойства и страх смерти И негодование и распри И во время успокоения на ложе Ночной сон расстраивает ум его Даже до бессонницы Или до кошмаров ночных Смотрите, от нищего до царя У всех свои проблемы И мы уже начинаем понимать Что, наверное, проблемами Это лишь кажется, скажем Нищий думает, что те проблемы, которые испытывает царь Как по русской поговорке У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие Вот эти проблемы, которые испытывает царь Это не проблемы Это так Баловство одно А царь, наверное, про нищего, можно так сказать На нем груз ответственности лежит А нищий, что там, кусок хлеба Добыл, поел и доволен Испает ложиться Мало, почти совсем не имеет он покоя Сын Адама вообще человек, да И потому и во сне он, как днем на страже Когда снится что-то, кошмары Будучи смещен сердечными Смущен сердечными своими мечтами Как бежавший с поля брани Солдат дезертировавший, да Хорошо, ночной сон человека Это дезертирство такое, да Временно бежал с поля боя Во время безопасности Своей он пробуждается Не может надевиться, что ничего не было страшного Страшный сон, проснулся Ой, слава богу, ничего этого не было А снилось прямо ужасное что-то Хотя это бывает со всякой плотью От человека до скота У животных ведь тоже, да Бывает так, что во сне животное беспокойно Но у грешников в семь крат более того Смерть, убийство, ссоры, меч, бедствие, голод, сокрушение, удары Все это для беззаконных И потоп был для них Потоп, при котором мной с семейством спасся Все, что от земли, обращается в землю И что из воды, возвращается в море Все умирает, но грешникам хуже Да, убеждает ли это вас в том, что зло на земле В общем-то не очень-то и зло Пока что не очень Всякий подарок и несправедливость будут истреблены Подарок не к Новому году или Дню рождения, конечно А взятка Всякий подарок и несправедливость будут истреблены А верность будет стоять вовек И менее неправедных Как поток иссохнут Имеется в виду в Аде Вот эти пересыхающие русла Когда зимой на Ближнем Востоке идет дождь А он только зимой идет Они наполняются водой Но к лету, конечно, пересыхают И как сильный гром при проливном дожде Прогремят Вот эти самые менее неправедных Это ненадолго Кто открывает руку Тот бывает весел, кто дает А преступники в конец погибнут Потомки нечестивых не умножат ветвей И нечистые корни На утесистой скале То есть не укоренятся там камни Камни всюду, скалы А сока при всякой воде На берегу реки скашивается Прежде всякой другой травы Ну, то есть там, где густые заросли асоки Там, когда нужно травы накосить Ее прежде всего и срезают Благотворительность, как рай Полна благословений И милости не пребывает вовек Такое ощущение, что Сирах сам Немножечко с этим запутался Он просто приводит много всяких поговорок Общий смысл которых Хорошему человеку будет хорошо Плохому будет плохо Если бы так всегда было У нас бы не вставал вопрос о природе зла Ну, еще Жизнь довольного своей участию И труженика сладостна Но превосходит обоих тот, кто находит сокровища Довольного своей участию То есть, смотрите У нас в начале 40-й главы Было описание нечестивца Который смущен С сердечными своими мечтами Поэтому спит беспокойно То есть, вопрос не в том Сколько у него есть Царин или нищий Потому что оба они могут быть Крайне беспокойны А в том, насколько он доволен тем Что у него есть Дети и построение города Выковечивают имя Но превосходнее того и другого Считается безукоризненная жена Да, там нашел сокровище Да, конечно, здорово найти Вот сейчас бы мне выйти из студии И найти мешок с бриллиантами Я бы очень был доволен Но оказывается, что безукоризненная жена Это, в принципе, оно и есть Вино и музыка Веселят сердце Но лучше того и другого Любовь к мудрости Вот он говорит Смотрите, в мире есть зло Но есть же и очень хорошие вещи Приятные, полезные И глубокие То есть, не просто Вино и музыка Да, это здорово Но это вот внешнее А мудрость Это то, что внутри Сверили гусли Делают приятным пение Но лучше их приятный язык Вот И беда Она же может быть внешней Может быть внутренней И точно так же То, что приятно и хорошо То есть, мы не можем объяснить Он уже говорил В предыдущей главе Что мы не можем сказать Что это, для чего это Мы не видим всей полноты мира Всей картины Только Господь видит Однажды откроется Но мы можем замечать Маленькие кусочки Мудрость состоит в том Об этом уже шла речь В предыдущей главе Чтобы идти Идти к чему-то Более глубокому Постигать кусочки Этого мироздания И менять жизнь свою И окружающих людей По мере того Как ты их постигаешь Не так много Но и не так мало Приятность и красота Вожделенна для очей твоих Но более то и другое Зелень посева А это здесь при чем? Травка зеленеет Солнышко блестит Так ведь зелень посева Это новая жизнь Это то Чем потом ты питаться будешь В следующий год Друг и приятель Сходятся по временам Но жена с мужем всегда Оптимист Сирах Да Ну у него была идеальная жена Описана Видимо это она Муж Не важно какой Он обращается к мужу Уж какой есть Да А жена должна быть идеальная Братья и покровители Во время скорби Но вернее тех и других Спасают милостыни Еще раз Милостыни Это не копеечка Которую ты бросил нищему Еще желательно Скривившись от презрения Но это то Что ты себе Делаешь хорошего Потому что она тебя Потом спасет Золото и серебро Утверждают стопы Твердо стоит Состоятельный человек На ногах Да Вот его не подвинешь Надежнее того и другого Признается добрый совет О советниках была целая голова Там не всякого нужно слушать Но добрый совет Лучше золота и серебра Вот Мудрость Мудрость Высшая ценность Мудрость Главная сила Мудрость Наибольшее богатство Богатство и силы Возвышают сердце Но выше того Страх Господень Страх Господень Который еще в притчах В общем-то синоним мудрости Потому что это не просто сумма знаний А определенное отношение к Богу В страхе Господнем Нет недостатка И нет надобности Искать при нем помощи Страх Господень Как благословенный рай Облекает его Всякую славу Его Человеку Которого он есть То есть страх Господень Это совершенство Есть музыка Есть богатство Есть хорошая жена Есть верные друзья Есть Много в жизни хорошего Но страх Господень Это полнота Хорошей жизни Что же хорошего в страхе Когда человек боится Ну пусть он даже боится Бога А не страшного Какого-то соседа Или там дикого зверя В лесу Но страх Господень Видимо здесь понимается Как жизнь В этой самой мудрости Когда человек Приноравливает Свою собственную жизнь Себя самого К тому Как Этого ждет от него Господь И вот Он впадает В такое состояние Гармонии С мирозданием Поэтому у него Есть все Что ему нужно Будь это музыка Или жена Или деньги Или друзья Сын мой Не живи Жизнью нищенскую Лучше умереть Нежели просить Милосты Не только что говорил Как хорошо ее подавать Никто конечно Не хочет быть нищим Хотя некоторые люди Выбирают для себя Есть видимо Для них свои плюсы Но это о том Что лучше быть Богатым Чем бедным Какая банальная мысль Посмотрим Кто засматривается На чужой стол Того жизни Жизнь Он унижает душу Свою чужими явствами Но человек Разумный И благовоспитный Предостережет себя От того Может быть Дело не в размере Банковского счета Или там Кошеля с деньгами Древний лад Но в том Что человек Который Засматривается На чужой стол Который все время Подачек ищет Он живет Нищенской жизнью Даже если он Вполне самодостаточен Финансово Но человек Разумный И благовоспитный Предостережет себя От того В устах бесстыдного Сладким Покажется Прошение Милостыни Но в утробе Его огонь Возгорится Конечно сладко Просить милостыню Выпрашивать Подачки Ведь ничего Не сделал А тебе дают Ну не всегда дают Иногда могут Прогнать Но иногда же дают Но это бесстыдство А дальше Это все оборачивается Недобрым То есть Смотрите Самодостаточность Которая не нуждается В том Чего у нее нет Вот в общем-то Внешнее проявление Мудрости Но только внешняя Глубина Это вот это состояние Страха Господнего Которое очень трудно Описать и определить Можно лишь назвать Что он делает В жизни И в частности Дальше Сороковые главы Пойдут Как раз Про Конкретные вещи И про отношения И про действия И про То Как выстраивать Свои ценности В какую иерархию Ну вот Их тоже Почитаем